привет друзья сегодня мы выбрались на побережье таманского полуострова будем ловить на бомбарду погода шикарная температура воздуха чуть больше 20 градусов легенький ветерочек как говорят погода шепчет поскольку бомбарда является одной из разновидностей поплавка то и ловить мы будем сегодня с использованием поплавочного удилища а именно матчевое удилище которое предназначено для заброса поплавков на дальние дистанции для ловли на бомбарду матчевое удилище подходит лучше всего естественно ловить я сегодня буду матчевым удилищем бомбардир длиной четыре с половиной метра которая собственно и и создавалась для условий когда необходим максимально дальний заброс для того чтобы достать рыбу которая по каким-то причинам боится подходить к берегу случае с органа это оправданно поскольку при небольшом усиление ветра и увеличение волны там сантиметров до 10 с орган от берега откатывается на прошлой рыбалке в начале с орган брался на расстоянии примерно метров 20 25 в конце рыбалки когда ветерок поменял свое направление и волна стала немного больше несколько крайних экземпляров я достал дистанции 60 метров данное удилище позволяет свободно без напряжения забрасывать оснастку без перехлёста на такие дальние расстояния удилище бомбардир идет в трехчастном исполнении материал бланка а м7 который позволяет сделать бланк очень бросковым и прочным длина как я уже сказал удилища четыре с половиной метра на бланке 11 колец транспортная длина 156 сантиметров вес 330 грамм прочностные характеристики удилища очень высокие позволяет без страха за поломку работать тяжелыми бомбардами 50 граммами против встречного ветра рукоять удилища выполнена из его материала длина рукоятки 60 сантиметров максимальная дальность заброса этим удилищем составляет 120 метров катушку будем использовать волжанка проспорт размер 4040 на катушке намотан шнур сенсор пе 209 8 жильный бомбарду поставим плавающую поскольку вода спокойная волны нет все бомбарда установлена продета теперь необходимо на шнур установить стопорок который предотвратит разбивание узла бомбардой к шнуру привязываем скруточку из фидергамма которая выполняет главную роль отвода для предотвращения перехлёста поводка за основную резку ну и немного является амортизатором на конце фидергамма тройной вертужок все монтаж собран теперь мы наживим на крючок морского червя не реяса по правильному и приступим непосредственно к рыбной ловле червячок уже не первой свежести но на сегодняшнюю рыбалку и ухватит вполне проводка осуществляется равномерным подменом подниматыванием можно сделать небольшие паузы есть вот так ловили саргана поймалась чуларочка но она очень вкусная сегодняшняя рыбалка подходила к завершению и подводя ее итоги скажу честно улов оказался скромным что же касается удилища бомбардир показал высокие бросковые качества и отличную тактильность не только при поклевке но и при проводке и доказал что достоин пополнить арсенал моих снастей